Каждый год жители России выбрасывают 70 миллионов тонн только бытового мусора, а это в 10 раз тяжелее пирамида Хеопса. Поэтому многие начинают задумываться об экологии, наполняя свои будни полезными привычками. Обзавелась одной из них Иоанна Генералова. Урны просто переполняются мусором, особенно пластиковыми стаканчиками от кофе, от чая. И подумала, наверное, надо что-то уже с этим делать. Девушка присоединилась, как и движению, в мою чашку «Пожалуйста». Это совместная инициатива кофеин и клиентов. Родилась в Беларуси. Есть такие заведения и в Крыму, куда можно прийти, например, со своим термосом. Я кофе не люблю, а вот чай с удовольствием. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, цитрусовую у вас есть? Конечно. А в свою тару можно у вас? Да, можно. Спасибо. Спасибо вам большое. Ну что же, это действительно удобно и, главное, экологично. А еще поможет сэкономить. В этом случае заведения делают скидку. Говорят, в целом это не убыточно. Имидж в приоритете, потому что привычные стаканы не только засыряют улицы количеством, но и сами по себе не такие безвредные, как мы думаем, даже бумажные. Внутри у него прослойка из полиэтилена, плюс накрытая сверху пластиковая крышка не дает ему возможность быстро разлагаться и увеличивать количество мусора. Советуют отказаться и от пластиковых соломинок, а еще носить воду в собственной бутылке. Благо их выбор в магазинах сейчас огромный. Александра в Горне уже приобрела такую. Девушка отказалась и от чеков из банкомата, потому что в их составе токсины. А вот Вероника Нечаева сдает вещи на вторичное использование. Я очень рада, что одежда и обувь не будут засорять свалки, не будут приносить вред экологии, а послужат еще кому-то. Это может сделать любой желающий. Точки приема есть в разных городах Крыма, в торговых центрах, где в свою очередь сами магазины постепенно отказываются от полиэтиленовых пакетов. Экодвижения набирают обороты, но специалисты уверены, нужно больше полезной рекламы. В городе должны появиться сетилайты, которые способствуют экологическому воспитанию, касающиеся и обращения с отходами, и обращения с зелеными насаждениями. Но пока это еще в процессе, давайте начинать с себя. Причем уже сегодня. Екатерина Серегина и Влад Кравцов. Утро нового дня.